Итак, господа, начнем этот список, пожалуй, с ароматов от Крит. Что касается меня, то в холодное время года я бы мог выбрать аромат Green Irish Tweed. Это универсальный аромат на все сезоны, но, возможно, он довольно броский. Аромат Викинг тоже мог бы попасть в этот список. Его выпустили позже, и многим этот аромат непонятен. Я думаю, для зрелых мужчин этот аромат вполне подходящий выбор. Но он не входит в мой топ. Так, что же я включил в список? Может, что-то более сладкое, может быть, оригинал Сантал. Я должен признать, что обычно не люблю ароматы с сандаловым деревом. Вот этот аромат может быть замечательным и подходящим для зимы, но лично я не включаю его в свой список. И прежде чем рассказать про мой любимый зимний аромат от Крит, я хочу упомянуть Табором Мислим. Это недооцененный аромат, но он просто прекрасен, на мой взгляд, и я буду носить его этой зимой. При всем при том, мой любимый аромат от Крит этой зимой – это, безусловно, Буа-Дю Португал. Основные ноты этого аромата – древесные, травяные, лавандовые, цитрусовые и пудровые. Этот аромат идеально подходит для холодной погоды. И сегодня, господа, я расскажу вам о лучших зимних ароматах для мужчин этой зимой. Итак, что же конкретно ищет мужчина, когда подбирает себе хороший парфюм для зимнего сезона? Лично я ищу аромат, который был бы сильнее и тяжелее, чем холод. Нечто мощное. Обычно это приятный аромат, в нем есть древесные ноты, возможно, амбровые ноты. Когда вы ищете аромат, всегда есть какие-то ноты, на которые вы обращаете больше внимания. Один из моих любимых домов, выпускающих ароматы более глубокие и тяжелые – это парфюм де Морли. Как вы, ребята, знаете, у меня большая коллекция от них. Если вы хотите приобрести свой первый аромат от парфюм де Морли, я рекомендую купить Лейтон. Как только я нанес его на кожу, мне он очень понравился. Верхние ноты в этом аромате – это яблоко, лаванда, бергамот и мандарин. Средние ноты – это герань, фиалка и жасмин. Базовые ноты – это ваниль, кардамон, сандал, перец, пачули и гвояковое дерево. Одна из главных нот здесь – ваниль, и это очень важная нота в зимних ароматах. Тут мне нравится его пикантность, в нем ощущаются свежие специи. В этом аромате много составляющих, это сложные ароматы, он держится на вас более 8 часов. Еще один из моих фаворитов, если вы смотрели мои видео об ароматах, вы знаете, что этот у меня в тройке лучших. Так вот, это Карлайн. Этот аромат я купил за свои деньги, и хотел было обновить его, но это непросто сделать. Это плотный аромат. Недавно парфюм Д'Амарли прислали мне вот этот аромат, Халтон. Если вы любите ууд, если вы любите сложные ароматы, то знайте, что вот этот парфюм идеально подходит для зимы, и он долго держится. Более 12 часов. Попробуйте его. Так, а что же можно сказать производители Виктор и Рольф? В парфюмерных магазинах вы можете найти вот такие маленькие гранаты, они не настоящие. Для женщин был создан аромат Флауэр Бомб, а для мужчин Спайс Бомб. И мне он понравился. Он был стойким и пряным, а Экстрим вывел его на совершенно другой уровень. Вот этот аромат – отличный выбор. Его быстро разбирают. Этот аромат является, наверное, одним из 10 самых продаваемых ароматов. При этом Экстрим действительно отличный аромат, он очень долговечный. Но кроме него есть и другие варианты. А вот аромат Найт Вижн знатоки раскритиковали. Это хороший вариант аромата, но все же для зимы он не очень подходит. Но вот есть еще Инфра Ред с ароматом корицы. От этого аромата я просто в восторге. Корю себя за покупку только маленького флакона. Этот аромат идеально подходит для зимы. Аромат Спайс Бомб вы можете использовать круглый год, а вот Инфра Ред, благодаря нотам корицы, идеально подходит для новогодних праздников. Что ж, а что там с ароматами от Шанель? У меня есть несколько ароматов этого дома, вы же можете выбрать то, что вам понравится. Вот эти ароматы действительно универсальны. Вот этот аромат, Энтеис, очень мощный. Попробуйте его прежде чем покупать. Не стоит это делать вслепую. Аромат Блю де Шанель вы найдете в виде духов, туалетной воды и парфюмированной воды. Для зимы подойдут и парфюм, и туалетная вода. Но лично я пользуюсь парфюмом, потому что он немного мягче. У этого парфюма верхние ноты это лимонная цедра, бергамот, мята и полынь. Средние ноты травы, лаванда, ананас и герань. Базовые ноты сандал, кедр, амбра. Химический элемент и соя супер. И бобы тонко. Блюдо Шанель это культовый аромат, он невероятно универсален. Вы можете носить его даже летом. Но я хотел включить его в свой список, потому что вы можете найти его в продаже, и он действительно превосходен. Все по нему просто сходят с ума. Этот аромат отлично подходит не только для зимы, но, думаю, и для осени, весны и лета. Двигаемся дальше. Если вам повезло, и вы оказались в парфюмерном магазине, где продаются ароматы от Тума Форда, то обязательно присмотритесь к ним. Это один из моих любимых домов. Ароматы от него обладают необыкновенной сексуальной привлекательностью. Большинство из ароматов тяжелые и богатые. Так что они идеально подходят для зимы. Если бы мне пришлось покритиковать духи от Тума Форда, я мог бы только сказать, что некоторые люди жалуются на высокие цены. Тубакку ваниль это отличный парфюм. При этом нужно этот аромат предварительно опробовать, понять его. Это непростой аромат. Многие из вас, ребята, знают, как мне нравится Black Orchid. Вот тут у меня парфюм, а есть еще парфюмированная вода. Мне нравится эта опция. Да, этот вариант считается не слишком стойким, но дело в том, что Тум Форд не делает большой разницы в ингредиентах для своих вариаций и выпуска ароматов. Нуар Экстрим вышел как парфюм и как парфюмированная вода. Покупайте парфюмированную воду. Потому что лично я не могу заметить никакую разницу между парфюмом и парфюмированной водой. Но я точно могу сказать, что линейка Нуар Экстрим не представляет никакой сложности для новичка. Если вы еще не пробовали ароматы от Тума Форда, то этот аромат я считаю лучшим выбором для зимы. А как насчет зимнего аромата, о котором никто не говорит и, похоже, который никто не носит, несмотря на то, что это отличный аромат, хоть и с ужасным названием. Поговорим о доме Валентина Омо и аромате Born in Roma Coral Fantasy. Я понятия не имею, что создатели хотели сказать, когда придумали это название. Я купил этот аромат, потому что хотел расширить свою коллекцию, потому что я фанат разных парфюмов. Мне понравился аромат красных яблок, кардамона и бергамота. Средние ноты составляют бурбонская герань, лаванда и мускатный шалфей. Базовые ноты – табак, пачули и гаитянский ветивер. Как видите, очень мощные ноты. Некоторые люди, впрочем, жалуются на синтетический запах, который они улавливают в этом аромате. Я скажу так, если вы можете найти этот парфюм в продаже, или даже если у вас не получится, поинтересуйтесь, попробуйте его. Это очень хороший вариант. Флакон, правда, выглядит странно, да и название тоже непонятное. Но в целом это хороший зимний аромат. И я догадываюсь, что некоторые из вас ребята сейчас говорят, «Да ладно, Антони, убери из своей подборки этого Валентина». Я чувствую синтетические ноты. Отвечаю вам, наверное, ваши носы более чувствительные по сравнению с моим. Но вот с этим фактом все согласятся. Живанши создает потрясающие ароматы. Из недавнего два их аромата – Буазе и парфюмированная вода Резерв Приве. При этом я хочу порекомендовать вам нечто немного более простое, и это не туалетная вода, Интенс. Кстати, еще один отличный аромат, он у меня есть. Но давайте сейчас возьмем классический Оде Парфам. Под классикой я имею в виду, что он существует всего несколько лет, но люди уже забыли, насколько он хорош. Его верхние ноты – это черный перец, лаванда и бергамот, средний ирис, гвоздика, корица, базовые ваниль, талуа, бобы тонко, бензуин и пачули. Это теплый, пряный, пудровый аромат с нотками ванили. С добавлением бобов тонко получился отличный, стойкий зимний аромат, однако его часто упускают из виду из-за, вы понимаете, различных других фланговых ароматов этого дома. Но давайте вернемся к Оде Парфам, это отличный вариант для зимы. И, конечно, мы не можем не упомянуть испанца Паку Рабана. Я считаю, что аромат Инвиктус Виктори у этих ребят стоит внимания. Но нужно его попробовать, многим он нравится, а некоторые его терпеть не могут. По-моему, ноты ванили, амбры, сладость лаванды звучат неплохо. Может, я повторюсь, но все же, если вы зашли в парфюмерный, нашли этот аромат, и он вам понравился, берите, не раздумывая. Другой аромат немного сложнее найти, и все же это один из лучших ароматов моей коллекции, потому что я постоянно получаю за него комплименты. И это One Million Preve. И мой лучший выбор для вас этой зимой – это One Million Elixir. В этом аромате мне особенно нравятся верхние ноты. Помимо того, что это новый аромат, и мне просто нравится, в принципе, добавлять к своей коллекции что-то новенькое. Верхние ноты – яблоко, полынь. Средние ноты составляют дамаская роза, османтус и кедр. Базовые – ваниль, бобы тонко и пачули. Вы видите, здесь много одинаковых нот, но вот дамаскую розу мне сложно уловить, потому что я не могу сказать, что роза здесь доминирует. Обратите внимание на базовые ноты. Здесь и пачули, и ваниль, и бобы тонко. Благодаря им мы получаем классический зимний аромат. Очень хорошо держится, и в целом является хорошим вариантом для вас. Далее, говоря о дизайнерских ароматах, нужно упомянуть дом Армани. Технически, Эмпорио Армани имеет свои отличия, он создан для более молодых людей. Я чувствую разницу, но Strong With You – это хороший выбор для вас. Это не новый аромат, есть масса других фланговых ароматов. Но вы можете поискать оригинал. В нем есть ореховые ноты, это сладкий, интенсивный, прекрасный аромат, который отлично держится. При этом, если вам нравится аромат ваниль, если вам нравится Армани Кот, можете выбрать для себя Абсолю. Армани Кот – не новый аромат, и Дианей немного изменился. Однако, последний парфюм мне очень нравится, и он во многом напоминает оригинал. А вот что, если у вас зимой довольно тепло? Как я понимаю, в Калифорнии температура не опускается ниже 15 градусов. Тогда попробуйте Аква Диджио Абсолю. Вот этот аромат, я просто счастлив, что мне удалось заполучить большой флакон. Он сильно отличается от оригинала, это просто прекрасный аромат. Его верхние ноты – это бергамот, морская вода, яблоко, груша, грибфруты, лимон. Средние ноты – лаванда, розмарин и герань. Что касается базовых нот – бобы тонко, пачули, амбра, лабданум и древесные составляющие. Что ж, видно, что много одних и тех же нот повторяются снова и снова в разных зимних ароматах, потому что эти отдельные составляющие отлично справляются со своей функцией. При этом не думайте, что если одни и те же ноты повторяются в разных ароматах, то они будут одинаковыми. Нет, везде используются разные вариации, разные концентрации, и даже небольшое изменение может дать совершенно другой аромат. Вот этот отлично подходит для более теплой зимы. Но что, если вы живете в Канаде, на Аляске, в Северном Висконсине, и зимой у вас по-настоящему холодно, и вам хочется купить аромат, который не так сложно найти в магазине? Вам подойдет «By the Fireplace». «By the Fireplace» хорош тем, что помимо того, что вам не надо будет заниматься уборкой этого камина от золы, пахнуть будет так, как если бы вы находились у очага. Думаю, многие из вас сейчас ворчат. Антони, у меня нет много денег, чтобы спустить их на дорогой аромат. Есть ли что-нибудь подешевле для этой зимы? Что ж, я вам помогу. C.K. Shock. В нем есть табачные ноты. Он глубокий, насыщенный, надежный и недорогой. И поищите линейку Антонио Бандераса. Если вам нравится One Million, попробуйте Golden Secret. Это практически копия One Million, причем хорошая. Некоторые из вас могут сейчас думать. Антонио, деньги не вопрос, особенно если мы говорим об ароматах. Какой дом ты можешь порекомендовать? Ребята, я советую вам продукцию Killian. Если вы смотрели другие мои видео, вы знаете, что я большой поклонник их линеек. Но если вы пытаетесь завязать с алкоголем, будьте осторожны с ароматом Apple Brandy. Потому что тогда от вас будет пахнуть яблачным бренди. Кстати, один из моих любимых ароматов. Далее Black Phantom. Этот аромат, думаю, занимает верхнюю строчку хит-парада для меня этой зимой. Давайте поговорим о том, какие у него составляющие. В нем присутствуют ноты горького шоколада, рома, карамели, кофе, сахарного тростника, миндали, сандалового дерева и гелиотропа. Заметьте, я не сказал верхние ноты или нижние. Это линейный аромат, и все ноты слышны. Гурманы оценят смесь шоколада и карамели. Гурманы оценят смесь шоколада и карамели. И вот еще что в зимних ароматах в порядке вещей, если используются очень сладкие фрукты. Многим дамам нравятся ароматы, подобные Black Phantom. Далее, ни один список зимних ароматов не может обойтись без The One от Dolce & Gabbana. Это классика, и если вам не хочется особо напрягаться в поисках, это для вас. Парфюмерная вода даже лучше, чем туалетная вода, но ее немного сложнее найти. В магазинах вы можете найти The One, а также The Intense. Я не могу сказать, что это более интенсивный аромат, на самом деле это флагман. Так что я бы выбрал оригинал. Что касается ароматов, я бы выбрал тот, который отличается от других. Тот, который не все используют. Хороший, добротный аромат, который выпустили давно, и это Intensa от Dolce & Gabbana. Верхние ноты это лаванда, вода, базилик, бархатцы и герань. Средние ноты табак, сено, мускатный шалфей, аккорд, моэпель и отруби. Базовые ноты сандаловое дерево, кипарис, мускус, амбра и лабданум. Я не представляю себе, как можно передать запах сена или воды. Я не очень понимаю, как это происходит, но это просто потрясающе. По сравнению с другими ароматами этой линейки, которые могут быть ярче, легче, это действительно хорош, и даже если вы выливаете на себя много парфюма, этот не будет слишком явно доминировать. Если вы хотите, чтобы аромат, который вы наносите, как-то отличался от других, вам он подойдет, потому что большинство зимних ароматов, которые я знаю, тяжелые, серообразные. Так что я наношу этот парфюм тогда, когда хочу чего-то более легкого. Господа, я бы хотел, чтобы вы оставили свои комментарии под видео, потому что, несмотря на перечисление многих ароматов, я ничего не сказал о доме Версаче, Жанна Поле Готье, а такие ароматы легко могли попасть в мой список. Пишите в комментариях, что я пропустил в этом видео. И, конечно, я не могу не упомянуть Саваш Эликсир. Это современная классика с ноткой корицы, но давайте перечислим все ноты аромата. Верхние ноты – корица, мускатный орех, кардамон и грейпфрут. В средние ноты идет лаванда, базовые ноты – лакрица, сандал, амбра, почули и гаитянский ветивер. Как только этот аромат появился в продаже, я тут же купил его и сразу понял, что его я не смогу носить летом. Это очень мощный аромат, он доминирует. Но в холодное время года, когда я ношу свитер, я с удовольствием наношу этот аромат. Это один из моих любимых ароматов классики от Диор. Так, господа, какое же видео порекомендовать для вас? Может быть, видео о том, как перестать покупать неподходящие ароматы? Очень многие парни выбирают не то и тратят деньги зря на те парфюмы, которые им не подходят. Посмотрите его.